всем привет рада вас снова видеть на моем канале захотеть похудеть ну что девочки кто о чем а мы с вами сегодня снова о похудении в этом сюжете будем разбираться с завтраками с водой и с вином я не просто так выбрала именно вопросы по вот этим темам дело в том что про завтраки и про воду и про вино больше всего споров между вами одни говорят что завтрак должен быть только белковым другие говорят что нет он должен быть углеводным 3 говорят что он был должен быть сбалансированным знаете я согласна и с первыми и со вторыми и с третьими и знаете почему во первых мы все разные повторяюсь и во вторых завтрак должен тебя насыщать на то время пока ты не захочешь обедать если кому-то достаточно легкого завтрака вот я раньше не понимала какой я счастливчик я могу абсолютно не думать о еде с утра я не хочу есть и завтрак для меня это одно время пока я привыкала завтракать это было девочки реально пытка я долгое время отказывалась от завтраков но от завтраков отказываться нельзя каким бы он у вас не был потому что завтрак это очень важный прием пищи при потере веса да это главный прием пищи если ты хочешь похудеть если у тебя не сидячая работа нужно двигаться бегать ходить в течение всего рабочего дня то завтрак обязательно должны быть включены сложные углеводы поскольку они дают энергию а белки если будет только белковый завтрак у то многие из вас когда вы спорите между собой то заблуждаетесь белки насыщают но перерабатываются они долго и сложно и поэтому некоторые люди испытывают усталость сонливости вот такое вот ну как бы вялое состояние но когда в рационе будут сложные углеводы будет больше энергии и людям которые ведут активный образ жизни такой завтрак это самый лучший вариант прекрасный вариант для завтрака это сырники творожная запеканка или же творог в самом натуральном виде во-первых кальций усваивается в первой половине дня и это самое оптимальное время для того чтобы съесть творожок что лучше перекус после завтрака или второй завтрак тоже спорите потому что кто-то говорит что перекусов вообще не должно быть и что это такое второй завтрак второе обед и а потом еще и второй ужин появится здесь и первые правы и вторые правы поскольку есть такие продукты которые не сочетаются и можно какую-то часть вот ну возьмем к примеру если у тебя творог там молочные изделия они хорошо сочетаются с фруктами но если у тебя на завтрак белки там та же самая ветчина тот же самый возможно яичный омлет или овся на блин ну что-то такое и ты хочешь на десерт съесть фрукты то лучше этого не делать лучше сделать или ну как хотите так и называйте перекус после завтрака или же второй завтрак но что касается такого 2 завтрака как у тебя был там омлет ну возьмем 8 часов утра и в 10 часов утра ты там нажарила сырником или решила съесть бутерброд с той же самой полезной хорошей диетической курочкой конечно два таких завтрака построить быстро вам не помогут кто-то в комментариях мне написал что каша и да не наша и я задала вопрос а почему к сожалению ответа не было естественно если есть манную кашу да даже овсяную кашу там гречную кашу ежедневно на завтрак будет переизбыток сложных углеводов и как бы не будет вот этого баланса и естественно процесс похудения будет тормозить но если вы будете завтракать два раза в неделю той же самой овсянкой или гречкой или киноа хуже вам от этого сто процентов не будет какое время лучше всего завтракать я завтракаю в 10 часов утра и не только потому что там я на интервальном голодании дело в том что гормон роста самототропин он вырабатывается в ночное время и самая высокая его концентрация происходит именно в утренние часы и чтобы как-то продлить вот этот процесс сжигания жира я решила оттягивать свой завтрак как можно дольше и нашла свой идеальный вариант вот тоже много вопросов приходит во сколько завтрак во сколько обед во сколько ужин 10 часов завтрак 14 часов обед и 18 часов ужин у меня некоторые из вас пишут что это неправильно что нужно завтракать сразу после пробуждения но девочки если вам так удобно подстраиваете вот помощник у меня подстраиваете не себя под диету а диету под себя под свой распорядок дня что лучше на завтрак смузи или же сырые целые овощи или фрукты смузи это полезный напиток натуральный в нем содержатся все полезные вещества потому что мы его делаем непосредственно перед употреблением но правы также и те кто пишет что если ты съешь вот целое яблоко целый банан то пища будет дольше перевариваться и сахар медленнее будет поступать кровь и чувство голода появится значительно позже абсолютно согласно это правильно но если я люблю смузи тоже люблю смузи но чередую вот например сегодня у меня смузи завтра у меня каша послезавтра у меня такой более протеиновый завтрак потом снова каша потом только фрукты и йогурт и понимаете когда у тебя есть разнообразие выбора а не так что вот на вот этой диете каждый день на завтрак там у меня три столовых ложек овсяных отрубей и и баночка йогурта и стаканчик водички конечно на такой диете ты долго не продержишься это не интересно это невкусно а когда нас что-то не устраивает мы быстро это бросаем поэтому завтраки вот давайте уже подведем итог должны завтраки должны насыщать выбираем завтрак по своему вкусу и по своему образу жизни как выяснилось у кого какой ритм жизни и подстраиваем время и соответственно продукты которые вы используете на первый прием пищи под себя они подстраиваете себя под какую-либо какая потому она модная не было диету двигаемся дальше вода тоже очень много спорить и кто-то пишет что нужно пить ледяную воду холодную воду с лимоном с соком алоэ сразу после пробуждения перед каждым приемом пищи непосредственно они там за полчаса не за 40 минут нужно пить именно горячую воду чтобы она была чуть прохладнее кипятка нужно пить теплую воду мое мнение это что я практикую это теплая вода за 30-40 минут до начала еды раньше ой не помню девочки не буду врать какой год мне давала совет моя врач эндокринолог что воду нужно пить непосредственно перед едой что это заполняется желудок и как бы мозг получает сигнал что туда что-то попало ты меньше съешь и т.д. и т.п. я это практиковала и потом она ездила да где-то наверное через год после вот этого что у меня было два визита и она мне там назначала определенное питание два визита в год и она приехала из конференции или там них какой-то симпозиум был но там все диетологи эндокринологи специалисты по питанию из парижа и прислала мне на e-mail письмо что на вот этом вот семинаре который она посещала именно там тема была посвящена в воде и по новым исследованиям воду перед самым приемом пищи оказывается пить совершенно не нужно что намного эффективнее пить воду за полчаса за 40 минут до еды температура воды естественно теплая вот ну 36 35 градусов то есть это не кипяток это не горячая вода но теплая но я вот знаете девочки градусником честно скажу не меряю вот чуть теплее комнатной температуры но верно на есть вот так 30 35 градусов и вот такую водичку я пью почему не холодная почему не ледяная вода я уже об этом рассказывал у меня есть отдельное видео как пить воду для потери веса сейчас вкратце скажу ледяная вода холодная вода она проходит по рожня ком она практически не задерживается не только в желудке что вода в желудке долго не задерживается если кто-то думает что выпьет пол-литра воды то там два-три часа он есть не захочет нет это не так и когда ты пьешь холодную воду она вошла и вышла но теплая вода она имеет температуру вот ну близкую к нашим внутренним органам и это дает клеткам кишечника желудка в первую очередь впитывать в себя водичку и не отпускать вот так вот впустую из организма и по поводу отеков тоже скажу когда мы вот пьем воду и которая задерживается у нас в организме у нас не будет никогда обезвоживания а если мы пьем холодную воду и она выходит многие думают что если я буду пить меньше воды то у меня не будет отеков на оборот и я про это тоже говорила стала пить меньше воды стало больше отекать потому что организм задерживает ту воду которую ты ему даешь ее маленькое количество и таким образом у тебя получаются отеки она не распределяется туда куда нужно потому что ее нет в организме в необходимом количестве сколько необходимо пить воды в день для потери веса девочки это количество определяется индивидуально потому что кому-то достаточно литра кому-то мало и двух с половиной один человек потеет больше бегает в туалет чаще соответственно ему нужно пополнять водный запас у кого-то все наоборот и она также хочу заметить все связано с сезонами летом большинство из нас больше потеют извините за такие подобные дробности на улице жарко и пить летом водички нужно больше но я не могу сказать вот моя норма два литра летом до трех литров но я не могу вот так вот сказать что ты тань петь два литра как и я потому что это будет абсолютно неправильно то не не нужно два литра то недостаточно и литра или полтора вы посмотрите на свое состояние сколько вы будете выпивать ни в коем случае не нужно насильно пить и чтоб тебе не хочется а вот часы вот что я не люблю в часах это напоминание нужно выпить стакан воды нужно выпить стакан воды тебе не хочется пить этого стакана воды и лучше выпить полтора стакана тогда когда у тебя вот появляется жажда чем там через каждый час день день стакан день день стакан поэтому все нужно смотреть по своему самочувствию и по своим потребностям то и в заключении про вино тем более час утра с 2 не успеем оглянуться скоро будут новогодние праздники только недавно была весна уже все мы в отпуске побывали уже начало учебного года у кого детки первый месяц почти заканчивается и по поводу вина спиртных напитков и есть такие утверждения что категорически любые спиртные напитки при похудении нельзя я живу в той стране в которой вино пьют но даже странеющие даже там пожилые люди ну про детей и говорить не буду то что они если естественно его не пьют но что касается сухого красного настоящего хорошего качественного не дешевого вина такое вино я пью ну не каждый день и не поздно вечером вот у меня нет вчера то был комментарий что если выпить после ужина вина можно но режь редко не часто и конечно же не рассчитывайте после бокальчика вина что на следующий день будет отвес привес будет обязательно но он к вечеру испарится я это тоже знаю по себе девочки рассказываю все откровенно что бывает такое что ходим вечером в гости и я от хорошего вина это грех отказываться и если еще могу дать вот такой вот совет если вы выпили вот за ужином бокал красного сухого или белого сухого вина и хотите чтобы но ужин это имеется ввиду не в девять не в десять вечера как в гостях а вот ну мало ли там какое-то семейное торжество там с 18 6 вечера до семей вы там ужинали то можно после этого бокальчика вина чтобы не было на следующий день у тебя плюсика на весах погулять 30-40 минут есть дома беговая дорожка походи 30-40 минут есть вот этот вот тренажер тоже походи на нем 30-40 минут утром встанете и посмотрите приветствов точно не будет может быть даже и отвес но что касается сладких вин там различных ликеров от вот этого действительно необходимо сто процентов отказаться потому что там помимо алкоголя еще содержится масса сладкого сахара каких-то добавок и так далее наливочки вот эти тоже девчонки спрашивали у меня там бабушка такую наливочку готовит вот приболела можно ли можно конечно но если не приболела девочки то лучше на такие вещи не соблазняться как бы всегда думайте о том что сколько вот по времени занимает там выпить маленькую там рюмочку ликер вот он вкусный там кто-то любит но потом за вот эту вот минуту удовольствия тебе придется там три часа или более даже расплачиваться в спортзале или там урезать в меню полезные продукты тем более что то этой рюмочки этого ликер чека но ничего полезного нет всегда думайте о позитивном выгодит скажем какую ты можешь получить если ты от этого и не удовольствия длительное время не получаешь не полезных каких-то питательных элементов то можно же быть без этого обойтись также мои хорошие хочу вас всех поблагодарить за комментарии потому что мне нам настолько приятно читать когда вы пишете что я начала вот эту диету там за два месяца столько-то потеряла за три месяца столько-то там кто-то полгода уже на моем канале тоже там стал питаться по одной из диета которых я рассказывала во первых мне очень приятно что у вас такие классные результаты а во-вторых девчонки вы мотиваторы других читаю комментарии женщина пишет что зашла на ваш канал случайно посмотрела видео ну мало ли но когда стала читать комментарии отзывы ваших зрителей то решила попробовать и вот итог за месяц минус 5 килограмм так что девочки всем всегда очень и очень благодарна за то что находите минутку оставить какой-то комментарий написать задать какой-то вопрос или просто поделиться рецептом что мне тоже очень и очень приятно целую обнимаю желаю всем прекрасного настроения эффективного построения здоровья мирного неба ну и конечно же увидимся и все и муки и он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok